О психологии проведения дискуссии, проведения выступления, о том, как необходимо к этому готовиться. Видите, есть два уровня общения. Есть так называемый вербальный и невербальный уровень общения. Вербальный – это то, что мы слышим, те слова, которые мы можем услышать. Невербальный – это интонация голоса, это вид внешний, это наши жесты, это наше поведение. И как вы думаете, что является для человека более информативным? Невербально. Невербально оно составляет примерно 80% по своей значимости, а вербально – 20%. То есть, если мы будем говорить самые хорошие и правильные слова, но при этом будем выглядеть так, как будто мы в этом не уверены, то что получится? Совершенно обратный эффект. Никто нам не поверит. Совершенно верно. Поэтому мы должны научиться быть уверенными. Выглядеть уверенно, говорить уверенно. И мы говорили о том, как важно иметь осанку, как нужно иметь хорошую, правильную постановку голоса, смотреть на человека правильно. И мы должны выработать маску. Маска – это нормальное явление. Вы знаете, мы постоянно надеваем маски. Кто из вас не надевал масок? Если мы с своим товарищем, мы в одной маске. С моей любовницей у нас другая маска. С женой третья маска. Согласны? У учителя тоже. У меня сейчас тоже определенная маска есть, безусловно. Приду домой, у меня немножко другая будет маска. То есть у каждого есть множество масок. И это нормально. Значит, мы должны это научиться вырабатывать. Перед зеркалом. Перед зеркалом мы смотрим на себя. И видим себя. И как мы делаем. Помните, как женщина, когда делает макияж. Да? Это тоже маска. И настоящий оратор, настоящий человек, любящий и умеющий выступать, действительно делает такую маску. Хорошо. Следующее, о чем мы говорим, это основные элементы речи. Цель. Во-первых, у нас речи должна быть цель. Если мы что-то делаем без цели, лучше нам это не делать. Если вы проповедь делаете или дискуссию, у вас должна быть цель дискуссии. Не просто посидеть, пообщаться, о чем-нибудь поговорить со мной, мама. У нас определенная цель должна быть. Естественно, мы должны не человека зарубить. Мы должны зарубить того духа, который мешает этому человеку. Но у нас тоже духовная война. Поэтому обязательно должна быть цель. Причем, цель нашей речи – это повлиять на слушателя. Не как-нибудь случайно, как получится, а именно так, как хотим мы. Цель нашей речи – повлиять на слушателя. Причем не так, как у нас случайно получится, а именно так, как этого хотим мы. Больше всего в достижении этой цели нам будут мешать вредные привычки. Вредные привычки – это то, что мы привыкли сутулиться, например, засовывать руки в карманы, правильно, ковырять в носу, выветь «э», «вэ», «мэ», «значит» и другие ненужные слова. Это нам будет мешать. Поэтому нужно нам специально тренироваться. Основные элементы речи. Первое. Содержание. Содержание. Это самый важный элемент, которому подчинены все остальные. Содержание речи отражается наше знание, наше мнение, наши доводы, аргументы, которые мы говорим. И очень важно иметь словарный запас. С человеком нужно говорить на его языке. Это не значит, что, говоря с бомжом, мы должны, конечно, опускаться до его уровня. Но надо с человеком говорить на понятном ему языке. Поэтому нам нужно иметь богатый словарный запас. Вы помните, апостол Павел с иудеями говорил, как иудей, то есть, и пользовал словарный запас иудеев. Когда он приходил, например, в Афины, он использовал совершенно другой словарный запас, который был характерен для жителей Афин, всяких философов и так далее. Значит, очень важно иметь хороший словарный запас. Следующий момент. Второй. Естественность. Естественность. Это отсутствие скованности, уверенности в себе, стиль произношения. Не надо копировать чужой стиль. У каждого человека есть свой стиль. Мы не должны быть Моисеем, мы не должны быть апостолами. У каждого есть свой стиль. Был такой проповедник Рав Зуся. Довольно странный человек, если бы мы так посмотрели на него в современной точке зрения. И он говорил, когда я умру, Бог не спросит меня, почему ты не был Боисеем. Он спросит меня, почему ты не был Зусей. Ну, многие, конечно, люди, которые начинают выступать, они копируют либо своего учителя, как ребенок копирует своего отца. Но со временем эта детская болезнь должна проходить. Плохо, если человек всю жизнь копирует кого-то другого. Второе. К второму пункту. Еще должны быть правильные у нас свободные жесты. Хождение, повороты головы, движения. Ну, я сейчас здесь немножко скован, потому что я сижу и смотрят на меня объектив. Правда? Ну, вы знаете, что я обычно люблю походить, помогать руками и что-нибудь такое интересно сказать. Третий элемент речи – это понятность. Понятность. То есть, для того, чтобы у нас речь имела какую-то пользу, мы должны так здесь сложить, чтобы люди могли понять. Понятность. Что под пункты? Первое. Точное выражение мыслей. Второе. Достаточная громкость и четкая дикция. Помните, Моше, он заикался. Поэтому речи за него произносил Аарон. Но в конце книги «Двори» мы видим, что эти речи произносил кто? Моше. Я уверен, что за 40 лет у него выработалась хорошая дикция. Благодаря опыту. Итак, хорошая, четкая дикция. Темп слов. 100-150 слов в минуту. Средний – 125. Если мы будем медленно говорить, мы что будем? Усеплять слушатели. И вы сами понимаете, что если я с вами буду говорить медленно, монотонным голосом, то вы скоро заснете. А обучение во сне, оно очень полезно, потому что оно действует не на кору головного мозга, а прямо на подсознание. Так, темп – 120 слов в минуту. Средний – 125. Построение не очень длинных предложений. Вы знаете, что многие лекторы очень любят красиво говорить. Со всякими вводными, депричастиями и тыры, тыры, тыры. Но надо речь понятно говорить. Разъяснять специфические термины. То есть, есть определенная феня, религиозная феня. Вы знаете, многие очень проповедники так научаются говорить, что потом нормальные люди не могут понять. Или неправильно ставят ударение, не сосуды, а сосуды. Это, конечно, важно, когда наши сосуды заполнены. Да, дома не дома, а домы. И так далее. Ну, это, в общем, получается религиозная феня. Людям это смотреть странно. И они будут смотреть действительно на нас, как каких-то удивительных и непонятных людей. Значит, нам нужно разъяснять также специфические термины. Помните, мы говорили, что одно и то же может понято разными людьми по-разному. Если я говорю, что я изучаю Тору, то это значит, что я изучаю Пятигнижие. Если будет говорить, я изучаю Тору, ортодоксальный еврей, это означает, что он изучает устную Тору, то есть Талмуд. Естественно, нужно обязательно объяснить термины и прийти к общему пониманию. Следующее. Яркость. 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 Это интонация. Я вам скажу, труднее всего удерживать внимание аудитории. В среднем человек так может удерживать внимание примерно 20 минут. Некоторые больше, некоторые меньше. А затем возникает необходимость. Как-то удержать внимание слушателей. Я, например, использую, что я рассказываю какой-нибудь анекдот. Ну, не во всякой аудитории это можно. Безусловно. Ну, евреи любят анекдоты рассказывать. Это как-то привлекает внимание, потому что анекдоты – это своего рода притча, правда? Это чисто еврейский жанр, которым пользовался Иисус. Тоже вы знаете, у него многие притчи, весьма напоминают анекдоты. Но не всегда это срабатывает. Интонация. Интонация делает речь рельефной за счет контрастного. Контраст интонации может быть за счет изменения ударений. За счет изменения ударений. То есть, я имею в виду не ударение в словах, а на что-то важное. Я делаю ударение интонационное. Это очень важно для нас. Это очень важно. Это очень важно для нас. Согласны? От переменных слов часто тоже зависит. Все мои, все собаки – мои друзья, да? И все мои друзья – собаки. Тоже мы создаем совершенно разную интонацию. Громкость. Мы можем что-то говорить громко, а что-то говорить тихо. Если мы начинаем говорить тихо, мы заставляем людей прислушиваться. Что же он такое говорит? Наверное, что-то очень интересное и важное для нас. Либо мы переходим к громкому, чтобы разбудить слушателей. Я не советую вам говорить постоянно «Аминь». Некоторые лекторы этой пользуются, да? Но я вам это не советую делать. Почему? Потому что, во-первых, это имя Божье. Упоминать имя Божье в суе не стоит. Во-вторых, когда мы говорим «Аминь», «Аминь» – это обесценивает саму нашу речь. И зачастую это слово превращается в какое-то слово-паразит. Ай-ля-ля-ля, аминь. Все, аминь. И все спят уже, да так просыпаются, когда говорят «Аминь». Я думаю, что это не всегда бывает правильно. Хотя тоже иногда возможно делать. Эмоциональная окраска в тоне голоса и выражения лица. Вы знаете, что эмоции заразительные? Этим часто пользуются, когда слышат где-то смех. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, да? За кадром. Вы такие фильмы видели? И люди тоже «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха». Но это надо иметь соответствующее тоже чувство юмора. Не всегда бывает правильно. Значит, эмоциональная окраска, тони голоса и выражения лица. Зрительный контакт. Мы уже об этом говорили. Прежде всего, надо стараться больше времени смотреть на аудиторию и меньше времени смотреть конспект. Помните, я вам говорил, делайте конспект главных ваших вещей и следите за аудиторией. Контакт с человеком, помните, мы говорили, 2-5 секунд, чтобы это не было слишком коротким, как будто вы зырите глазами, и слишком долгим, чтобы не раздражать человека. Некоторые делают неправильно, если у аудитории выбирают одного человека и начинают как бы с ним вступать в диалог. Во-первых, мы как бы гипотезируем этого человека. Во-вторых, мы сами уже неполноценный контакт. То есть, желательно беседовать не с одним служителем. И не только с серединой зала. Немножко посмотрели в одну сторону, уделили внимание, немного в другую сторону. Жесты. Жесты. Чем энергичнее речь, тем энергичнее жестикуляция. При умеренном выступлении умеренные жесты. Жесты должны подчеркивать слова, но не должно быть лишних жестов, которые отвлекают от слов. Некоторые жесты людям могут быть непонятны. Вы знаете, что есть такое американское «Окей». Да? «Окей». «Окей» и один проповедник все время показывал такой жест. В аудитории, в Бразилии, по-моему. Но у них это обозначает совершенно другое. Это имеет отношение к половому акту. Поэтому они это воспринимали совершенно по-другому. То есть, жесты должны подчеркивать слова, а не отвлекать от них. Композиция. Нужно спланировать заранее то, что вы хотите сказать. Знать основные мысли, основную тему и знать цель. Правильность речи. Естественно, желательно говорить правильно, русским языком. Краткость. Концентрация мыслей в словах. Еще у нас есть такое явление, как слова-паразиты. Ну, понимаете. А вы меня понимаете. А вы меня понимаете. Да понимаем мы тебя, понимаем. Или ты что думаешь, что вы такие тупыши, не понимаете. Знаете, есть такие. Вы меня понимаете. Ты меня понимаешь. Понимаю. Слава Богу. Ну, э. Э. Это, кстати, называется нозализация. Нозализация. То есть, когда мы начинаем в нос говорить. Для этой цели, кстати, чтобы не было таких вот явлений при чтении Торы. Торы, вы знаете, поется. Чтобы не мекали, не бекали. Когда поешь, то слова укладываются в определенный мотив. На распев. В зависимости от темпа. И голос. Ровный, достаточно громкий, с расчетом на последний ряд слушателей. Правильная дикция. Говорить надо не так, как нам удобно говорить, а так, как людям удобно слушать. Еще очень важный принцип. Никто никому ничего не должен. Отметьте. Это психологически важный принцип. Вот нам всегда внушает. Ты должен хорошо учиться. Или там ты должен что-то делать. Нельзя так много читать. Не грусти. Надо быть веселее. И так далее. Никто никому ничего не должен. И об этом тоже сказано в Новом Завете. Что мы никому ничего не должны, кроме любви. Но очень важно нам знать, почему нельзя и кому надо. Запишите такой принцип. Почему нельзя и кому надо. Если нам кто-то говорит, что мы должны, да? То это кому-то надо. Не потому, что мы должны, а ему надо. Почему нельзя и кому надо. И еще такой важный принцип. Если да, то зачем? Если нет, то почему? То есть, если мы что-то должны делать, да, то зачем это делать? Если нет, не должны делать, то почему мы не должны это делать? Хорошо. Теперь точка зрения. Точка зрения. Здесь эпиграф у меня. Агата Кристия. Странный этот мир, где двое смотрят на одно. Тоже и видят полностью противоположное. Двое смотрят на одно и то же и видят полностью противоположное. Знаете, есть такое явление опрос свидетелей. Когда есть много свидетелей, и каждый из них немножко хочет по-другому сказать. Либо он пытается утаить часть истины. И когда опрашивают свидетелей, мы получаем общую картину. Типичный тому пример – это четыре Евангелия. Некоторые вещи там буквально дословно совпадают. Некоторые вещи кажутся разными. В одном месте сказано, что Иисус выгнал торговца в начале своего служения, в другом – в конце. Что он два раза выгнал торговца. Нет, просто дело идет не в хронологии, а в значимости. Тот, для кого это было важно сказать, сказал это в начале. Тот, для кого было важно подчеркнуть в связи с событиями последней недели. Он говорил об этом в конце. Или в одном месте сказано, что был один одержимый, который жил в гробах. В другом месте сказано, что их было двое. Это что? Это правильно. Два свидетеля видят одно и то же по-своему. Для кого-то этот один человек показался более важным, чем двое. То есть, это обязательно надо знать. Точка зрения. От чего наша точка зрения зависит? Кстати, есть такое еще интересное наряжение я нашел. Что лазерный прицел на твоем лбу – это тоже чья-то точка зрения. Точка зрения зависит от нашего отношения к событиям. Можете записать такое правило. Наша жизнь состоит не из событий, а из нашего отношения к событиям. Согласны с этим? Да. Одно и то же происходит с нами. Одни и те же слова мы слышим. Для кого-то эти слова всю жизнь переворачивают совершенно по-другому. Для кого-то эти слова совершенно ненужные, бессмысленные. А кому-то эти слова даже вредны. Потому что он будет на это обижен всю свою оставшуюся жизнь. Для одних охота – убийство. Для других – общение с природой или спорт. Каждый решает по-своему. После бомбардировки Хиросимы, точки зрения граждан Соединенных Штатов, на это событие разделилось. Одни радовались, другие испытывали чувство стыда и ужаса. Хорошо было бомбардировка Хиросимы или нет? С одной стороны, это было плохо. Потому что погибли тысячи ни в чем не повинных людей. Но с другой стороны, это позволило Японии выйти из войны. Потому что планировались жертвы где-то примерно до ста тысяч человек. Соединенные Штаты Америки планировали жертвы своих солдат до ста тысяч человек. Потому что если бы высадили десант американцу в Японии, вы знаете, как японцы бы оказывали сопротивление? Но император и власти японские, они были буквально парализованы страхом. Хотя больше атомных бомб не было у Соединенных Штатов. И поэтому война с Японией закончилась быстро и относительно бескровно для Соединенных Штатов Америки. То есть гибель одних спасло тысячи жизней другим. Разные взгляды, разные точки зрения. Один водитель может сказать, что он попал в аварию, потому что дорога была скользкая. Но с таким же успехом можно сказать, что этот водитель попал в аварию, потому что скорость движения была слишком высокой для этой скользкой дороги. То есть есть разные точки зрения, есть разные отношения к событию. И наша жизнь состоит не из событий, а из нашего отношения к событиям. Следующее. Мир служит нам зеркалом. Мир служит нам зеркалом. Помните известная притча о двух людях, которые залезли через дымоход, и один из них посмотрел на другого. Один был чистый, а другой был грязный. Кто пойдет умываться? И пойдет умываться тот, который был чистый, потому что он увидел другого грязным. Другое дело, проблема, как это оказалось, что один из них чистый, другой грязный. Но это чисто еврейская дискуссия. А тот, который был грязный, умываться не пойдет, потому что он видит другого человека, который был чистым. Таким же зеркалом мы видим оппонента. Что нас больше всего раздражает в человеке? То, что мы видим в самих себя. Помните притчу о бревне? Вот, глазу. Один увидел сучок и не видел бревно в своем глазу. Вы знаете, что если бы у него в глазу сидел гвоздь, он бы увидел в другом рельсе. То есть нас раздражает больше всего то, что мы видим в себе. Итак, глядя на мир, глядя на собеседника, мы узнаем самого себя. Мы видим свое собственное отражение. И наше отношение к вещи во многом зависит от этого отражения. То есть наше отношение, оно является субъективным. Запишите еще такой подзаголовок. Правда и истина, аргументы и факты. Знаете, есть такая газета. Аргументы и факты. Чем же они отличаются? Чем отличается правда от истины? Одно ли и то же или нет? Это не одно и то же. Потому что истина, она существует объективно. Истина существует объективно. Бог, например, существует объективно. Независимо от того, верит человек в него или не верит. А правда – это наше субъективное понимание истины. То есть, видите, мы относимся к миру с нашей точки зрения. Мы что-то видим, мы что-то оцениваем. Одно и то же событие может быть благом для одного и несчастьем для другого. Знаете, если ты нашел подкову, значит, кто-то откинул копыта. Итак, истина существует объективно. Но мы говорили, что мы видим не события, а наши отношения к нему. Поэтому у нас есть субъективное понимание. И это субъективное понимание называется правда. А вот правда у каждого своя. Истина одна на всех. А правда – это наше субъективное понимание истины с нашей точки зрения. Есть, помните, правда комсомольская, да? Есть какая правда? Коммунистическая правда. У вора тоже своя есть правда. Вы знаете, что первый свод законов, который придумал Ярослав Мудрый, еще тысячу лет назад она тоже называлась «русская правда». Но с тех пор у нас хорошая традиция. Но правда у каждого своя. Правда каждый понимает по-своему. И есть истина, и есть ее истолкование. Итак, правда – это наше отношение к истине. Это наше истолкование к истине. Что же такое аргументы и факты? Факт – это тоже нечто, что произошло объективно. Событие или явление, или какая-нибудь вещь, или какая-нибудь личность, которая существует объективно – это и есть факт. А что такое аргумент? Это тот факт, который окажется… То изложение факта, которое окажется убедительным для нашего слушателя. Аргумент – это то изложение факта, которое убедительно для нашего слушателя. Ну, например, для нас является Слово Божье достаточно убедительным аргументом. Скажите, для атеиста Слово Божье является убедительным аргументом. Если я скажу, что это так, потому что вот такой-то книги в таком-то стихе написано. Когда мы говорим с верующим, это достаточно убедительный аргумент. Но, если мы, например, говорим с ортодоксальным иудеем, является ли для него Новый Завет аргументом? Абсолютно. Абсолютно не является. Но, если мы найдем соответствующее место в Танахе, для него это будет являться, естественно, хорошим аргументом. То есть, истина и правда. Факты и аргументы. Истина существует объективно. Правда – это наше отношение к истине. Наш взгляд через нашу точку зрения. Так же самое. Факт существует объективно, но он становится аргументом убедительным только для определенного человека, или если мы определенно его подали. Определенно подали. То есть, люди устроены так, что склонны отождествлять свою точку зрения на мир с самим миром. И удавать свою субъективную оценку за объективное видение. И таким образом возникает разогласие между людьми. Ну вот, например, разные точки зрения у меня изложены. Любая религия стремится к абсолютной истине. Но у каждого истина своя. Людям полезно помнить, что они грандиозные создания, но не стоит забывать, что они мелкие людишки. Каждым из нас размножаются миллионы паразитов. Мы не думаем об этом, и слава Богу. Но продавцы мыла с триклозаном рисуют нам страшные перспективы. Россия продает одну треть мирового количества слоновой кости. Россия придает миру одну треть всего мирового количества слоновой кости. Это факт. Но, оказывается, хотя в России нет слонов, есть кладбище на мамонтов в вечной мерзлоте и моржовые клыки, которые тоже входят в эту категорию. Когда Ив Сен-Лоран придумал брючный костюм для женщин, вначале все его охаяли. Ну, сейчас мы сами видим результат. Правда? В 19 веке, а это было совсем недавно, хирурги оперировали грязными ножами, которые держались в своих засальных руках. И при этом не поменяли, отчего на операционном столе умирает 80% пациентов. Чем отличается налог от грабежа? Налог – тоже принудительное изъятие, но по закону. Гаишник, берущий взятки, часто берет деньги у тех, кто не платит налоги. Можно ли сказать, что он таким образом в какой-то степени восстанавливает справедливость и просчеты государства? Ну, и так далее. Вот тут у меня несколько страниц таких интересных вещей. Следующий принцип – судить и осуждать. Судить и осуждать. Помните, сказано, не судите и не судимы будете. А в другом месте сказано, что мы просто обязаны судить мелкие вещи, мелкие проступки среди своих, потому что мы будем судить что? Ангелов, да? В свое время. Какое же здесь противоречие? Запишите такой принцип – мы не можем не судить, но можем не осуждать. Согласны? Мы не можем не судить, но мы можем не осуждать. Есть суждение и есть осуждение. Это очень важно, когда мы спорим с каким-то человеком. Мы можем сразу его осудить. Но мы можем высказать суждение и понимать, что это отличается от осуждения. Следующий принцип. На человека нельзя повлиять. Он может только сам поддаться влиянию. То есть, вы знаете, человека невозможно обидеть, если он не захочет обидеться. Согласны? На человека невозможно повлиять, если он сам не захочет поддаться влиянию. Тот же самый принцип, вариант. Человека нельзя загипнотизировать. Он может только поддаться гипнозу. Ну, некоторые, знаете, говорят, цыганский гипноз есть, существует. Вот меня загипнотизировали. Если ты сам не захотел поддаться этому гипнозу, то ты ему не поддашься. Или на меня навели порчу. Знаете, порчу можно навести только на человека, тогда, когда он верит в это. И когда он получил какое-то подтверждение, что на него появилась порча. Вот поэтому усовывают всякие иголки, булавки, нитки, чтобы человек нашел и убедился, что на него навели порчу. Если он про это не знает, то чаще всего это не проходит. Либо атеист. Очень трудно навести порчу на атеиста. Согласны? Либо человек, верящий в Бога и знающий, что никакая порча на него не будет действовать, потому что он принадлежит Господу Богу. То есть, человека нельзя обидеть, если он сам не захочет обидеться. Человека нельзя убедить, если он сам не захочет в этом убедиться. Если вы будете с кем-то спорить, и он не захочет, чтобы его убедили, никакие способы ваши не заставят его, чтобы быть убежденным. Ну, разве те способы, которые инквизиция применяла? Может быть, убедят. Знаете, как говорят? Отчет о пионерском лагере. На последнем костре покаялись три человека. Простейший словесный гипноз выглядит так. Открой рот. Открыл. Скажи «а». А. Что значит за гипнотизия человека? Заставить его сделать что-то. Заставить нечто сделать. Итак, человека нельзя одурачить, если он сам того не захочет. Человека нельзя вдохновить, если он сам не захочет вдохновиться. Человека нельзя обидеть, если он только не обидится. Это очень интересный пример. Помните Бориса Годунова? А-а-а-а, обидели юродивого. Вот и выходит царь, и юродивый тут поет такую песенку. А-а-а-а, вот не ли копеечку. А-а-а, обидели юродивого, вот я копеечку. Царь спрашивает. Кто тебя, серотиношку, обидел? Юродивый. Мальчишки. Вели их царь зарезать, как зарезал ты малого царевича. Царь. Помолись за меня, юродивый. Юродивый. Нельзя молиться за царя Ирода, Богородица не велит. Очень интересно. Юродивый. Божий человек. Он осуждает царя за убийство престола наследника и сравнивает его с идолом. Даже с Иродом. Даже говорит, что нельзя молиться за такого царя Ирода. Но сам он просит перерезать горло мальчишкам, которые отняли у него копеечку. Интересно, да? И говорит, со своей рубашкой ближе к телу. У нас в церкви тоже наблюдаются часто такие явления. Согласны? Когда мы просим Бога кого-то наказать за то, что нас очень крепко и сильно обидели. Человека нельзя соблазнить. Он может только соблазниться. Об этом сказано и у Якова. Что Бог искушений, никто не говорит, Бог меня искушает. Потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обращаясь собственной похотью. Итак, человека нельзя испортить, загипнотизировать, одурачить, вдохновить, обидеть, отвлечь, а также убедить, испугать, подчинить, завоевать, соблазнить, охомутать. Ну, можете еще много применять. Термин, если он сам что? Не захочет. У всякого человека есть свободная воля и есть свободный выбор. Наша задача привести человеку достаточно убедительные аргументы. Но свободный выбор за кем должен оставаться? За ним самим. Мы не можем кого-то убедить, поверить в Бога. Абсолютно невозможно. Душ святой может произвести в этом человеке работу. Но поэтому мы должны понимать, что если наша неудача происходит, то в этом мы не виноваты. Если мы чувствовать будем вину за каждую нашу неудачу, то значит, мы не доверяем Богу. Мы хотим проделать Божью работу. Бог сам действует в сердце человека. Мы не можем его не убедить, и не можем его заставить поверить, мы не можем его загрипнотизировать, как некоторые говорят, вот меня загрипнотизируют. Мы не можем человека не заставить быть праведным, и не можем человека заставить согрешить. Если кто-то говорит, вот этот человек, вот он мне сказал, и я это сделал. Но выбор всегда за тобой. И тот не виноват. Ева тоже не виновата. Вообще Бог оказался виноват, да, помните? За то, что сделал женщину, которая соблазнила Адама. Отсюда мы делаем соответствующие выводы. Ваше настроение и судьба в ваших руках, потому что последнее слово всегда за вами. Принцип знания и умения. Напишите маленькими буквами. Уметь. Чуть побольше буквами. Знать. Потом еще буквами уметь. Знать. Еще буквами. И уметь. То есть, вот это кольцо. Я знаю, я умею. Помните? Я знаю и я умею, а не йодэ. На иврите это одно слово. Если я что-то знаю, то я умею. Если я начал что-то делать, я выучил, например, как надо плавать, я начал плавать. Если я умею плавать, я начинаю сваивать стили разные. У меня больше знаний появляется. У меня еще больше появляется умения. До тех пор, пока я стану чемпионом по плаванию. Правда? И мы не должны ждать такого момента, когда мы все будем знать и все будем уметь. Если ты выучился хотя бы одной буквы, есть такой принцип научи товарища. Правда? То есть, я тогда умею, когда знаю. И я, когда знаю, я начинаю уметь. Это очень важный принцип. И этот принцип, видите, практики публичных выступлений тоже мы употребляем. Я знаю, я начинаю об этом говорить. У меня появляется навык, и у меня появляется еще больше знаний. Выходили на сорти, правда? Трудно первоначально. Потом опыт приобретается, и сначала уже лучше и лучше говорить. Для тех, кто не знает, сорти – это такой принцип евангелизации, который используют евреи за Иисуса. Это раздача маленьких буклетов или раздача карточек. И там дальше уже проводится евангелизация. Хорошо. Контроль признаков уверенности. Веди себя уверенно и почувствуешь себя уверенно. Веди себя уверенно и почувствуешь себя уверенно. Аргументация. Помните, мы говорили, чем аргументы отличаются от фактов? Тем, что они субъективны. И мы должны подбирать аргументы, которые убедительны для нас или которые убедительны для нашего оппонента. Те, которые убедительны для оппонента. Потому что сколько они не будут убедительны для нас, если они не убедительны для него, это не является аргументами. Убедить можно кого угодно и в чем угодно. Если он, конечно, захочет, чтобы его убедили. Итак, аргументы. Мы должны приводить такие аргументы, которые убедительны для данного человека. Можно придумать самые сильные аргументы. Самые сильные аргументы, которые его убедят. Но можно поступить по-другому. Но, вы знаете, трудно человека убедить в чем-то большом. Убедите его сначала в малом. Когда он скажет, да, вот ты действительно прав. Я буду говорить о троичности Бога. Приводить аргументы из Нового Завета. И так далее. Это для немессианского еврея, для ортодоксального еврея неубедительные аргументы. Но мы можем сказать. Вот вы знаете, в Танахе есть такие вот имена Бога. И вот такое отношение к Духу Святому. И Дух Святой имеет то-то, и то-то, и то-то. А вы знаете, что Бог еще находился в Скинии, да? Помните? Вам приводил такие аргументы на иудаизме. То есть, когда начинаешь такого человека убеждать в одном, он соглашается. Да. И эта маленькая ступенька, она служит базисом для следующего убеждения. Не всегда стремитесь сразу человека убедить в чем-то большом. Убедите его в небольшом. Если он согласится с этим, можете прийти на следующий день и начинать уже с того, с той ступени, на которой вы достигли. И будете убеждать дальше. Количество аргументов. Количество аргументов тоже имеет значение. Итак, качество аргументов. То есть, аргумент должен быть убедительен для этого человека. И аргумент должен быть достаточно сильным. И аргумент не обязательно должен приводить сразу одним аргументом к победе. У вас должно быть различное количество аргументов. Может быть, у вас пять аргументов. Может быть, у вас десять аргументов. Помните, Василий Иванович, такой равен, учит молодого Хасида Петьку. Стратегии. Вот мы, говорит, ведем наступление. Тут у врага пять пулеметов. А тут у врага десять пулеметов. Где ты должен быть? Петька говорит, где десять пулеметов, да? Неправильно, говорит. Там, где пять. Потому что там, где десять, тебя ухлопать легче. То есть, надо понимать. Значит, десять аргументов – это более существенное. Правда? Десять пулеметов – это более убедительные аргументы для противника. Чем пять. Приготовьте разные аргументы. Если для вас этот аргумент десятый, то для вашего оппонента он вполне может быть первым в иерархии его приоритетов. Во-вторых, за час убеждающей речи слушатель, как правило, больше свыкается с ее убеждающим утверждением, чем за минуту. А да-да, ты согласен с этим? Да. А да-да-да-да, а ты с этим согласен? Да. А ты согласен с этим? Да. Вот он же очень приучится говорить «да», и в конце концов ответ скажет уже «да» на десятый аргумент. После часа речи. Хорошо. У каждого из нас есть какой-то счетчик, который как бы считает количество воспринятых аргументов. И подсчитывает. Есть копеечные аргументы, есть рублевые аргументы, да, а есть аргументы на 100 долларов. Как же располагать? Есть такой называемый «гомеров» – порядок расположения аргументов. Помните? Был гомер такой. Знаменитый поэт. В Древней Греции. Так вот принцип. Мы лучше воспринимаем первое и последнее. Об этом, помните, говорил Штирлиц. Когда он разговаривал с Мюллером, здесь я, с Шелленбергом, да, он подсказал какую-то идею Шелленбергу. И он говорил, что первое и последнее, да, воспринимается. Если спросят, зачем приходил Штирлиц, то он скажет «за этим-то». Хотя он там посередине много чего ему сказал. Но эти средние аргументы, они будут действовать на подсознание Шелленберга. Но Шелленберг запоминает только первый и последний аргумент. Итак, лучше всего мы воспринимаем первое и последнее. Поэтому, опять-таки, запишите сначала большими буквами «сильный», потом «слабее», 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 а сзади напишите «самыми большими буквами», «самый сильный». Итак, мы начинаем с какого? С сильного аргумента. Затем идут «слабее», «слабее», «слабее». Когда мы его достаточно уже загипотезируем и уболтаем, мы что даем? Самый сильный аргумент. И самый сильный аргумент, он, естественно, запомнит. Самый сильный аргумент, он запомнит. Конкретность аргументов. Когда вы приводите аргументы, будьте конкретны. Еще важный вопрос. Односторонняя аргументация. Односторонняя аргументация. То, о чем мы молчим, для слушателя как бы не существует. То, о чем мы молчим, для слушателя как бы не существует. Вы знаете, когда евангелисты говорят неверующие, они предлагают ему самые лучшие, самые приятные вещи. Но они не говорят, что верующий будет подвергаться преследованиям. Они не говорят, что верующим нужно всю свою жизнь отдать. Да? Когда я уже 10 лет верующий, я понимаю, что у меня уже другого пути нет. И мне уже с этой подводной лодки никуда не деться. Вот тогда уже начинается настоящая жизнь верующего. Ну, если бы сразу Бог сказал апостолу Павлу, какие будут у него испытания, как сказал один товарищ, так апостол Павел, наверное, забился бы в самую глубокую пещеру. И сказал бы, мне это не нужно, да? Но Бог сказал, что ты будешь проповедовать царям. Ты пойдешь туда-то. Не сказал, что ты пойдешь царям, тебя потащат в узах проповедовать. Правда? То есть, это в принципе, это нормально. О чем-то мы говорим, о чем-то мы молчим. Если кто из вас читал Вурбранд, «Христос на еврейской улице», вы помните, там есть очень интересный момент. Я советую каждому прочесть эту книгу. Когда Вурбранд с четырьмя разными людьми разговаривал по-разному. Он приводил такие аргументы, которые, как он видел потом, оказались совершенно противоположными. Он сел на скамеечку и начал думать. Я же этим людям совершенно противоположные вещи говорю. Хотя они были все правильные, да? Они были все правильные для данного человека. Поэтому то, с чем мы молчим, для слушателя как бы не существует. Это нормально. Я еще раз говорю, это не лицемерие. Говорите о достоинствах, умалчивайте о недостатках своего утверждения. Помните пример Иисуса? Ему подали книгу пророка Исаии. Это от Луки 4, глава 17-20 стих. Ему подали книгу пророка Исаии. Он раскрыл книгу, нашел место, где было написано. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенным сердцем. Проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. И, закрыв книгу, и отдав служителю, сел. И глаза всех синагоги были устремлены на Его. Вы знаете, что я не закончил предложение? Нам сказано, лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего. Хорошая вещь. Лето Господне благоприятное, свобода. Но день мщения Бога нашего – это серьезно. Но Иисус почему-то не стал пугать людей, правда? Значит, Он тоже излагал часть фактов. И мы тоже. Идем его стопами. Для каждого человека есть определенная важность чего-то. Что-то может его отпугнуть, правда? Не надо человека заранее пугать и настраивать на нечто плохое. Хорошо. Стереотипы. Надо обязательно учитывать стереотипы, которые давлеют над людьми. Согласны, что у христиан есть свои стереотипы. И они им мешают понять мессианский иудаизм. У иудеев ортодоксальных есть тоже свои стереотипы, которые им тоже мешают понять нас. Поэтому нужно учитывать стереотипы, которые есть у данного человека. Хорошо. Мусор. Мусор у нас есть в голове? Много. В голове моей опилки, да, да, да. Есть виселки, есть опилки, да, да, да. У кого в голове нет мусора? Поднимите руки. У каждого есть мусор, да? Мусор. Есть пирамида нашего мировоззрения. Базис, да? Потом надстройка, потом верхушка. И есть мусор. Мусор – это видимость кирпичика, но не кирпичик. Мировоззрение, состоящее из мусора – это воздушный замок. Есть еще такое выражение. Мусор в голове не заменит знаний, хотя с ним не скучно. Мусор достован только того, чтобы быть решительно выброшенным из обития нашего мировоззрения. Полностью избавиться от него невозможно, но стремиться к этому следует. Мусору надо объявить беспощадную войну, потому что он наш внутренний предатель. То есть, скрытый враг, который гораздо опаснее открытого врага. Есть такое выражение. Часто бухает неверующие друг друга. Вот вы пойдете к этим верующим, и вам там промоют мозги. Промоют? А обязательно промоют. Сто процентов. И я за это, чтобы удалить мусор из мозгов. Согласитесь, что всякая реклама, любое политическое выступление, все, что мы смотрим по телевизору, промывает нам мозги. Соответственно, грязной и мутной водой. Если мы промываем мозги Словом Божиим, то это очень хорошо. Слава Господу нашему! Хорошо. Как быть приятным собеседником? Это мы разберем на следующем части.